Добрый день, дорогие друзья! Очень приятно видеть вас всех сегодня в этом прекрасном зале исторического музея. Я, признаться, ждал этой встречи, потому что после достаточно длинных новогодних каникул, после длинного перерыва, мы снова возвращаемся к циклу наших историй. И в ближайшие несколько месяцев нас ждет 10 встреч, то есть очередной цикл. И за это время мы поговорим о множестве интересных, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, вещей. Мы и вот сегодня начинаем с истории о хлебосольной Москве, мы поговорим о театральной Москве, о Москве кинематографической, о той Москве, которую мы видим в самых-самых разных фильмах. Мы, конечно же, прогуляемся по Москве вместе с героями Булгакова. И будет много всего очень, смею надеяться, интересного. Знаете, каждый раз, готовя ту или иную лекцию, то или иное выступление, ну, как правило, выстраиваешь же какой-то план, намечаешь, понимаешь, о чем будешь говорить. И, ну, в итоге складывается как-то тема. А иногда бывает так, что ты вроде бы план-то построил, и вроде бы уже знаешь, как оно все должно быть, а потом неожиданно тянется какая-нибудь маленькая ниточка, и начинает разматываться какой-то клубок, и вот тема уже тебя ведет сама, и вроде бы как-то не особенно от тебя зависит то, во что это все выльется. Конечно, второй вариант, он методологически неправильный, наверное, но, признаюсь, мне такое развитие событий нравится намного больше, потому что, ну, это интереснее, хотя, может быть, и немножко и авантюрно. Приблизительно так произошло и с нашей сегодняшней темой, которая, ну, в общем-то, несмотря на то, что тема довольно-таки на поверхности лежит, потому что, ну, если уже делаешь цикл каких-то историй о Москве, почему бы не поговорить и о Москве-хлебосольной. Но выход на нее получился совершенно случайно. И вот как это произошло. Некоторое время назад я готовил какую-то статью про художника Константина Коровина, обратил внимание на вот эту работу «Москворецкий мост». Мы, по-моему, уже как-то здесь ее, я показывал ее здесь. Работа прекрасная, панорама Москвы, искусствоведы и художники разных времен говорили о том, как прекрасно художнику удалось передать свето-воздушную атмосферу и говорили о том, как здорово здесь сочетается старая и новая Москва, что это вообще уникальное изображение Москвы в творчестве Коровина. И тут применяли различные эпитеты. И как-то так получилось, что от этой картины я перешел к каким-то воспоминаниям о Коровине, наткнулся на его тексты. И надо сказать, что Константин Коровин был не только блистательным художником, но и великолепным, исключительным эссеистом. Если профессионалам достаточно интересно бывает читать воспоминания художников, для того, чтобы найти какую-то фактуру, что-то такое непридуманное другими исследователями, то воспоминания и описания Константина Коровина – это блестящее чтение, которое приносит массу удовольствия. Всем рекомендую, если кому-то еще не попадались эти чудесные совершенно записки. Их даже искать в книжных не надо, их легко найти в свободном доступе в интернете. И дело все в том, что в этих записках, понятное дело, Константин Коровин описывает какие-то сюжеты из общения, и в своей жизни, конечно же, из общения с художниками, своими приятелями, с тем же самым Левитаном, Серовым. Он, разумеется, много пишет о поисках художника, но вместе с тем описываются какие-то очень интересные моменты, которые, во-первых, позволяют себе представить не только как творили и мыслили и чувствовали и о чем мечтали художники начала XX века, рубежа веков, но и о том городе, в котором они жили. Одна из, наверное, моих любимых историй, которые рассказывал Константин Коровин, это история, как раз связанная с Москвой и с его друзьями. Позволю себе процитировать часть ее. Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в Эрмитаж. Я упросил директора Егора Ивановича Мочалова поставить в счет холодного поросенка, которого не подавали. Егор Иванович подал счет Шаляпину. Тот внимательно посмотрел его и сказал, «Поросенка же не было». «Как не было?» – сказал я. «Ты же ел!» «Антон!» – обратился Шаляпин к Серову. «Ты же видел, поросенка не было!» «Как не было?» – изумился Серов. «Ты же ел!» Шаляпин посмотрел на меня и на Серова и, задохнувшись, сказал, «В чем же дело?» «Никакого поросенка я не ел!» Егор Иванович стоял молча, понурив голову. «Я не понимаю, ведь это же мошенничество!» Шаляпин, как всегда, в минуты сильного волнения водил рукой по скатерти, как бы сметая ссор, которого не было. «Отличный поросенок!» – сказал я. «Ты съел скоро, не заметил в разговоре!» «Шаляпин тяжело дышал, ни на кого не смотря!» «Тут Егор Иванович не выдержал!» «Это они шутить изволят!» «Велели в счет поросенка поставить!» «Шаляпин готов был вспылить, но посмотрел на Серова, рассмеялся!» Вот такая история. Здесь есть два любопытных момента. Во-первых, вы могли обратить внимание на то, что Шаляпин обращается к Серову, которого, как мы знаем, звали Валентин Александрович, обращается к нему Антон. Дело все в том, что Валентину Серову не нравилось его имя среднего рода. Особенно не нравилось, когда мама его называла ласкательно-уменьшительно Валентоша. В итоге как-то так получилось, что многие знакомые стали называть его сокращенно Тошей, а Тоша, когда он уже вырос, перешел в Антона. И поэтому друзья к нему так время от времени обращались. Но это как бы не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору. Если вы помните, вот этот вот коротенький рассказик, который я зачитал, начался с фразы «Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в Эрмитаж». Что это за ресторан такой стало? Мне очень интересно. Где он находился? И вообще что-нибудь с ним связано интересное? Выясняется, что ресторан «Эрмитаж» находился неподалеку отсюда. Он находился на углу Неглинки. Но ладно бы просто так ресторан «Эрмитаж». Дело все в том, что вот тогда приблизительно, когда там гуляли Коровин, Серов, Шаляпин и многие другие люди, этот ресторан имел не просто название ресторан «Эрмитаж», но это было и официальное название. В Москве между собой его называли «Эрмитажем Оливье». Дело все в том, что именно в этом ресторане работал некий повар по имени Люсьен Оливье, который был невероятно известен во всей Москве. Но более того, он известен каждому из нас как изобретатель того самого салата, без которого, ну, давайте не буду категоричен, скажем так, очень и очень многие не представляют себе праздничного стола, а уж тем более стола новогоднего. Ну, другое дело, конечно же, надо сказать, что сейчас рецептов этого салата великое множество. Настоящие знатоки говорят, это все не то, что готовил Оливье, и приводят разные рецепты. Очень, и надо понимать, что того самого оригинального рецепта не сохранилось, потому что что-то такое добавлял свой салат французский повар, к которому ходили различные совершенно гости, что делало этот салат неповторимым. Так вот, по некоторым сведениям, ну, а мы все, конечно, сейчас вспомним, из чего под Новый год мы готовим этот самый салат. По некоторым сведениям, первоначальный рецепт салата таков. Два рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата латука, 25 штук отварных раков, полбанки пикули, полбанки сои кабуль. А вот здесь возникает вопрос, ну, у человека, который как бы немножечко не в курсе того, что происходило сто с лишним лет тому назад. Ну, во-первых, слово пикули не всем известно, это на самом деле просто смесь мелких овощей, там, лука, чеснока, мелких огурцов, помидоров и прочего, слегка замаринованных. А что такое соя кабуль? Ничего общего с соевым соусом, соей это вещество не имеет. Дело все в том, что это некий, как гласил миф, афганский соус, который готовился из красного стручкового перца, душистого перца, уксуса, томата-пюре, мясного бульона, и который туда добавлялся вместе с соусом майонез, который, согласно традициям оливье, я имею в виду повара оливье, должен был быть приготовлен на французском уксусе из двух яиц и одного фунта прованского масла. Ну, это как бы один рецепт. Другой, который был зафиксирован не просто в народной молве, но в печати, гласил, что там, конечно же, должны быть... Да, этот рецепт был опубликован в книжке руководства к изучению основ кулигнарного искусства 1897 года. Так вот, поминались уже те же самые рябчики, салат лату, краковые шейки, каперсы, оливки, а также ланспик. Вот это слово такое красивое, прекрасное. Опять-таки, далеко не все сегодня знают, что ланспик – это пронзрачный бульон, используемый для приготовления заливного, готовился из целой телящей головы, вываривался очень-очень-очень долго, потом консервировался и добавлялся различные блюда. Вот, не знаю, сейчас, по-моему, никто ланспик в оливье не добавляет. Ну, и вообще, конечно же, в советское время, особенно трансформация произошла достаточно серьезная, раковые шейки куда-то делись. Видимо, в Советском Союзе были проблемы с раковыми шейками, особенно зимой. Видимо, для цвета же раковые шейки поменяли на вареную морковку, почему нет? Каперсы сменились зеленым горошком, ну и, боюсь, что тот майонез, которым заправлялся этот салат, который является олицетворением застолья сегодняшнего и не только сегодняшнего, майонез готовился явно не на прованском масле и не на французском уксусе. Но это, знаете, издержки. Главное же, наверное, в том же самом оливье – это не вкус, а это некая мифология. Так что, кто его знает, может быть, именно за салатом оливье приходили в этот самый ресторан «Эрмитаж» наши герои, которых мы сегодня уже упоминали. Но рассказывали, что ресторан «Эрмитаж» был настолько популярен, что работало там огромное количество поваров, что ежедневная выручка этого ресторана составляла две тысячи рублей. А это огромные деньги по тем временам. Но знатоки, не те, которые покутить заехали, а которые знали, они обязательно старались прийти в этот ресторан, когда там работал господин оливье. Гелеровский в своей книге «Москва и москвиче» вспоминал, считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз оливье, еще тогда прославлившийся изобретенным салатом оливье, без которого обед не в обед, и тайну которого он не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило то, да не то. Так что, видимо, действительно там был какой-то секретный ингредиент, известный лишь только французам. А может быть, это очередная московская легенда, которых так много в нашем городе, которых так много в нашей жизни. Как я уже сказал, здание, этот ресторан «Эрмитаж» находился по адресу Неглинная улица, дом 29, строение 1, сейчас является объектом культурного наследия регионального значения. Здание сохранилось и сегодня. Вот так оно выглядело в те времена, когда там бывал Шаляпин и так далее. А сейчас оно выглядит вот так. Там находится, собственно говоря, театр. Ну, его так и не установили же, по-моему. Еще что хотелось бы сказать о традициях этого ресторана. Тот же самый Геллеровский в книге «Москва и москвичи» писал, что дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы и за границей, и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI или еще откуда. И все, конечно же, верили, что действительно на Неглинной улице можно выпить вино или коньяк из подвалов Людовика XVI. Да так оно и было. Тогда же рестораторы ни в коем случае не лукавили, не обманывали простой народ. Да и сейчас не лукавят никогда. Ну, согласитесь, такого просто быть не может. Единственным днем, когда публика в Эрмитаже была совершенно другой, это был Татьянин день. В Татьянин день ресторан отдавался на откуп московским студентам и профессорам. И после официальной части в университете студенты и профессора приходили в Эрмитаж, рассказывают, что полы в ресторане по этому поводу застилали соломой, дорогую посуду убирали, собственно говоря, закуски ставили попроще. И происходил какой-то такой вот почти магический процесс профессорско-студенческого братания. Эта традиция куда-то делась со временем. По крайней мере, когда я учился в университете, как-то не было принято после официальной части закончившейся сессии 25 числа с профессорой идти в какой-нибудь весьма модный городской ресторан. Ну, как-то, наверное, какие-то традиции исчезают из нашей жизни, и это вполне закономерно. Понятное дело, что после революции вот все это баловство с ресторанами, с гуляниями, с икрой, с раковыми шейками в салатах и прочим непотребством ушло. Ресторан был закрыт. Кстати говоря, очень любопытно, после революции в первый год, по-моему, в 1918 году, там в этом здании помещалась миссия американской администрации помощи голодающим. Это организация, которая действовала не только в Москве, но и в других городах, в частности, в Казани они действовали. И благодаря сотрудникам этой организации некоторые наши соотечественники смогли в то непростое время покинуть пределы Советской России. В частности, художник Николай Фешин уехал из Советской России исключительно благодаря содействию сотрудников вот этой организации, благодаря чему он остался, стал не только прекрасным русским художником, но еще и весьма знаменитым и обеспеченным художником американским. Позже, в 1920-е годы, в этом здании размещался дом крестьянином, потом кинотеатр труд, потом, вот он был отдан Московскому театру школы современной пьесы, потом там случился пожар, который, и очень, насколько я помню, там была очень долгая история с восстановлением, то, что были какие-то недочеты и так далее. Ну, интересно, что будет впереди, какие еще, скажем так, изменения случатся в жизни этого дома. Оптимистично. Будем надеяться, что, может, обойдется. Иной раз какие-то вот сведения о жизни Москвы того времени, ну, от рубежа веков, дайте договоримся, мы говорим о времени до Первой революции в основном. Не так давно удалось найти и познакомиться с совершенно чудесной книжкой. Она вышла, если я не ошибаюсь, в прошлом или позапрошлом году. Это книга Сергея Дурылина. Называется «В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва». Несмотря на не всегда простой язык, ну, для восприятия это не блестящее перо Коровина, конечно, там есть множество интереснейших каких-то вот маленьких таких факторов, из которых складывается очень интересная и цельная картина. Всем рекомендую обратиться очень к этой книжке. По каким-то ее фрагментам, от каких-то фрагментов, точнее, отталкиваясь, можно много очень понять о том, чем дышала Москва. Какие-то места, которые он описывает, то есть очень многих мест уже просто нету на карте Москвы. Но остаются какие-то воспоминания в названиях улиц, какие-то дома сильно перестроенные сохранились, но некоторые здания, о которых идет речь, они сохранились и сегодня, они, конечно же, достаточно сильно видоизменились, но прогуливаясь по московским улицам и бросая беглый взгляд на те или иные здания, можно себе представить, что там происходило много лет назад. Вот, например, история, связанная с местом, которое сейчас называется Спартаковской площадью, раньше это была Гаврикова площадь. Вот как описывает набросок о том, как это выглядело, и что за жизнь там была на рубеже веков Сергея Дурелина. Гаврикова площадь, серой деревянной водоразборной будкой посередине, с городовым, который больше озирал окружающую злобу дня, чем вмешивался в нее, была вся пропитана тонкую белую пылью. Эта пыль слоилась между крупными булыжниками площади, ею были прочерчены линии фасадов, белая пыль носилась в воздухе серебря широкую бороду монументального городового, убеляя ломовых извозчиков и прохожих. Эта тончайшая пыль неслась из бесчисленных мучных лобазов, амбаров, складов, окружавших Гаврикову площадь со всех сторон, вылетала с огромной паровой мельницей, стоявшей за полотном Рязанской железной дороги, сочилась в воздух из товарных вагонах, подвозивших товарные станции, неимоверное количество муки, крупы, зерна из черноземной глубины России. Белые пасти амбаров и лобазов были раскрыты часов с 7 утра до 7 вечера, и в них бойко упорно суетились в течение 10-12 часов люди, пожилые и молодые, толстые и тонкие, но все до одного с белыми бледными лицами. Это были хозяева и работники лобазов. Это здание биржи сохранилось сейчас, сейчас там тоже находится театр, как-то вот так вот у нас получилось сегодня. Театр модерн, представьте себе, если вы придете в этот театр, подходя к нему, понятное дело, что не осталось ни вот этих вот лобазов, амбаров и всего остального, но представьте себе, подходя к этому театру, как каких-то там сто с небольшим лет тому назад, около этого же здания носилась вот эта вот белая взвесь муки, сновали приказчики, рабочие, с вот этими белыми лицами, а по субботу они шли в баню, в Девкин переулок, хорошее название такое, но сейчас это улица Бауманская, более того, вот здание той самой бани, в которую шли убеленные рабочие, оно сохранилось, видоизменилось очень сильно. Сейчас там находится какой-то диспансер какой-то, то ли еще что-то. В общем, дом, где тогда располагалась баня, носит номер 20, это корпус 7, он находится не на самой Бауманской улице, а во дворах, пребывает в каком-то удручающем состоянии. Ну так вот, Дурелин описывает, что по субботам эти рабочие шли в баню, в Девкин переулок, и все эти бледнолицые превращались в румяных парней, пышущих здоровьем, или в плотных крепких стариков, про каких, говорят, ему века не будет. Интересно, что Дурелин вспоминает вот такой тоже момент московской жизни. Да, вот эта вот хлебная биржа, вот эти люди снуют. Как-то рано-рано утром он оказался в этом районе, несмотря на ранний час, там уже началась какая-то активность, и стоял городовой, о котором он уже говорил, заметив озирающегося, глазеющего по сторонам. Дурелин к городовой ему его подозвал и говорит, «Будьте, пожалуйста, осторожнее». А что быть осторожнее? Очень много крыс. Ну, потому что мука, понятно, зерно, вот это все. Такой, что вы, город, все. Говорит, приходите вечером. Вечером приходит, когда уже вся активность закончилась, сумерки опускаются на город, городовой показывает ему какое-то место. Присматривается и видит, что это уже не плитка, не брусчатка на земле. Он видит, что вокруг большой лужи, такими аккуратными очень рядами, не десятки, не сотни, может быть, тысячи крыс, то есть напоминало чешую или ту же самую брусчатку, только спереди вот эта чешуя заканчивалась крысиными мордочками, а сзади длинными облезлыми хвостами. Они посмотрели вместе с городовым на это незабываемое, ну, немножко жутковатое зрелище. Городовой покрутил ус, задумчиво сказал, что опасные, дескать, животные очень, так что туда лучше вы не ходите. По идее, конечно же, если бы это были не воспоминания о конкретном случае, а статья в «Желтой газете» какой-нибудь, коих великое множество в наше время издается, то обязательно написали бы что-нибудь еще не просто про крыс, но и про крыс-мутантов, которые затаскивают зазевавшихся прохожих куда-нибудь. Ну уж крысы-то найдут куда. То есть в городе в нашем было мило, но, видимо, не всегда явно. Так вот отсюда, именно с Гавриковой площади, мука, крупа текли в разные пекарни, булочные, кондитерские магазины, превращалось в хлеб, который расходился по всей Москве. Но так как дальше мы будем говорить о каких-то вполне конкретных вещах с какими-то вполне конкретными ценами, нам достаточно сложно, живя сегодня в 2018 году, понимать вообще, что это за деньги тогда были-то. Я, признаться, слышал очень много различных способов конвертации вот тех самых денег в нынешние и современные. Наверное, один из наиболее адекватных, ну они все такие относительные, один из более адекватных смотреть по привязке к золоту и по цене. Золото, получается, что рубль начала века приравнивался приблизительно 0,77 грамма. Посмотрев сегодняшнюю цену золота, мы получаем, что тогдашний рубль приблизительно равнялся 1970 современным нашим рублям. Ну хорошо, пускай это будут 2000 для ровного счета, так проще считать. Ну хорошо, мы можем поговорить о каких-то ценах на еду в ресторанах или на еду в магазинах, но как просто переводя эти цены в современные деньги, надо же понимать, каков доход был у тогдашних московских, московских, я обращу на это внимание, жителей. Потому что не только сейчас доходы в Москве и в других городах и частях нашей огромной страны различаются достаточно сильно. В те времена они тоже различались. Кстати, не всегда в пользу Москвы. Я взял несколько профессий, только потому что иначе этому можно было бы посвящать долгий разговор, хотя даже перечисление этих профессий заставляет задуматься о том, как оценивался разный труд сто с лишним лет тому назад. Итак, рабочий, мы говорим о времени, повторюсь, до первой революции, до 1905 года. Рабочий получал где-то 15-16 рублей в месяц. То есть это 30-32 тысячи нашими деньгами. Но при этом мастер, допустим, или высоко квалифицированный рабочий получал уже 50-80 рублей в месяц, то есть 100-160 тысяч с сегодняшними деньгами. Маленькие оклады были у младших чинов, государственных служащих. Это было 20-25 рублей. Ну, то есть столько же получали простые служащие почты, учителя младших классов, помощники, аптекари, санитары, библиотекари и так далее. Тот же самый городовой, который показывал крыс Дурылину, получал где-то 20-25 рублей в месяц. Совсем немного. Но при этом околоточный надзиратель, тоже более высокий полицейский чин, получал уже 50 рублей. Ну, как бы уже 100 тысяч. Другое дело, что вот в те темные времена почему-то довольно много платили врачам. Наверное, что-то изменилось в оценке труда за последние 100 с лишним лет, потому что врач получал где-то от 80 рублей, то есть 160 тысяч на наши деньги, а фельдшеры получали где-то 35 тысяч. Но заведующий больницей получал 125 рублей в месяц, это 250 тысяч на наши деньги. А учителя старших классов в мужских и женских гимназиях, равно как и преподаватели университетские, получали где-то от 80 и выше, ну, в среднем где-то 100-110 еще рублей в месяц. Я вот, ну да, в высшей школе сейчас тоже немножко по-другому оценивается. Ну, собственно говоря, и руководство получало совершенно другие деньги, как и сейчас. Сейчас депутаты Государственной Думы получали жалование в размере 350 рублей. Сейчас они получают меньше. Так что 350 рублей – это 700 тысяч. Так что вот согласны, да? Надо помочь. А, к примеру, высшие чиновники, члены Государственного Совета, тогда получали 1500 рублей. Умножаем. Так что все было неплохо. Так вот, ну, Господь с ними, с высшими чинами, вот со всеми... Рабочий, простой рабочий, получал, ну, где-то, да, там, 15-16 рублей в месяц. Жил тяжело. Меньше рабочих получали только домашние прислуги, они получали 5-6 рублей в месяц, но при этом у них был кров, одежда с барского плеча и стол, собственно говоря. То есть это были деньги им так уже на расходы. Так вот, возвращаемся уже к тому, на чем мы прервались. И так с Гавриковой площади мука растекалась по бесконечным магазинам и пекарням, где выпекался очень разный хлеб. Так вот, фунт отлично выпеченного... Фунт это 400 грамм где-то. Отлично выпеченного ржаного хлеба из муки без малейшей примеси. Интересно, есть ли сейчас хлеб без малейшей примеси? Ну, может быть. Так стоил до Первой революции всюду в Москве одну копейку. Это был так называемый кислый хлеб, самый-самый простой. Хлеб, который выпекался чуть-чуть по другому рецепту, считался более высшего сорта, но из той же самой муки, но был заварной на Солоде, стоил в Москве на полкопейки дороже, полторы копейки за фунт. И вот тут в воспоминаниях Дурылина всплывает вот это вот замечательное словосочетание «французская булка», хрустом которой восхищался один человек, решивший, что он поэт, но по крайней мере поэт-песенник. И вот этот хруст французской булки, которым заслушивалась наша страна лет 10 тому назад, вот стало интересно, что же это была за французская такая булка. Стоила она 5 копеек, то есть достаточно, достаточно дорого. Уже не каждому была, не каждый мог ее купить, наверное. И уж тем более не всякому был доступен знаменитый московский большой калач из белейшей муки, мягкий, поджаристый, хрусткий. Стоил он пятачок. Ну, опять-таки, если приводить на сегодняшние деньги, получается достаточно смешные деньги. Но говорят, что вот самый-самый дешевый хлеб, он был доступен абсолютно всем. Более того, в разных источниках мне доводилось встречаться с такой информацией, что вот бедный человек, у которого просто нет денег, мог прийти в магазин, в лавку, в трактир, попросить хлеба, ему давали, отказать человеку в куске хлеба. Хлеба, да, вот этого копеечного, самого дешевого, ну, было просто неприличным, казалось. Хотя в пекарне то же самое, что-то давали. Ну, хотя многие пишут о том, что даже хлеба-то просить было как-то, наверное, не очень удобно. Настолько он был дешев и абсолютно доступен. Хлеб продавался повсюду. Были пекарни и булочные. Причем, чем отличались магазины при пекарнях и сами булочные? То, что пекарник продавался только хлеб, и там не держали кондитерского товара. А вот в булочных уже держали. Ну, наверное, причем были такие обычные маленькие крошечные, были сетевые, были крупные, шикарные. Самое известное из которых, наверное, это филипповская булочная. Вот ее здание на фотографии со старой открытки. Более того, здание это сохранилось сейчас. Оно находится вот прям совсем рядом отсюда. Это Тверская улица, дом 10, соответственно. При этом, вот очень странно, некоторое время назад, я не помню, сколько, по-моему, пару, что ли, лет тому назад, на Тверской снова открылась филипповская булочная. Но она не имеет никакого отношения к оригинальной, хотя бы потому, что она открылась по адресу Тверская, 17, кажется. Ну, так вот, это самое филипповская булочная. Причем, то же дело началось так потихонечку развиваться. Сначала была одна пекарня, потом их стало достаточно много. Не все адреса даже сохранились. Но говорят, что в Москве было, я тоже в разных источниках по-разному читал, кто-то говорит про пять филиалов, кто-то про четыре, кто-то про шесть, кто-то приплюсовывает еще магазин, который был при доме самих Филипповых. К сожалению, фотографии вот того времени интерьеров филипповской булочной не найти не удалось. Но можно представить себе, насколько шикарно там было, если росписями потолка филипповской булочной занимался Кончаловский, а в оформлениях интерьеров принимал участие вдающий скульптор Каненков. Ну, то есть, там было все абсолютно прекрасно. И говорят, что рабочим своим, работникам Филиппов платил отлично. Но несмотря на это, в 1905 году рабочие пекарни Филиппова присоединились к общероссийской забастовке. Были там какие-то столкновения, еще что-то. Вот это мне, таких историй на самом деле множество. Вот из того времени, из времени революции. Сразу вспоминается история художницы Зинаиды Серебряковой, которая, ну да, у нее там было какое-то имение, были крестьяне из деревеньки. Они всю жизнь, как это, потомки французов, вот эти лансеры, какие-то милые отношения у них совершенно были. А у нее имение было под Харьковом нескучно, далеко от Питера, от Москвы, от всех этих революционных событий. И вот представьте себе, уже прошел почти год после революции, все прекрасно, они там живут, она картинки свои пишет. К ней крестьяне приходят и говорят, вы бы поезжали, что ли, отсюда? Говорят, почему? А мы вас завтра жечь придем. Говорят, зачем? У нее домик-то там маленький был. Ну, положено жечь, значит, придем. Ну, они уехали. Ну, это так, просто в сторону, как некая иллюстрация того времени. Ну, для меня, мне вообще кажется, что это очень показательно вообще. Так вот, с филипповскими булочными тоже связана чудесная, очень известная в городе история. Никто толком не знает, правда это или легенда, но, по крайней мере, запустил ее, насколько я понимаю, запустил ее Гелеровский. Тот же самый. Это история о том, что благодаря именно Филиппову в Москве стали делать булочки с изюмом. Так вот, выпечка Филиппова была настолько популярна, что доставлялась в том числе и генерал-губернатору Москвы, коим тогда был господин Закревский. Как-то раз Закревский обнаруживает в булочке таракана, говорит, подать мне сюда производителя. Встрепанного производителя доставляют к нему. Филиппов оказался человеком не только предприимчивым, но и находчивым. Схватил эту булочку, немедленно ее съел, сказал, новый рецепт, ноу-хау, мы изюм добавляем. После этого, чтобы не опростовалось сразу же от, ну, видимо, выпив каких-то лекарств, чтобы потребление таракана не оказало на его организм пагубного воздействия, он возвращается к себе на производство, действительно начинает замешивать в тесто изюм. И вот ведь чудо-случие, чудо-случие булочки с изюмом становятся чрезвычайно популярными в Москве, и рецептуры это расходятся по всей России. И бог его знает, правда это или нет, но история, несмотря на то, что достаточно дурацкая, очень и очень симпатичная. Но не только, конечно же, филипповские булочные были популярны в Москве, было много других имен, которые сегодня уже растворились буквально-таки в истории. Это были булочные из Савастьянова, Чуева, были небольшие какие-то пекарни. Рассказывают, что вот этот вот самый дешевый ржаной хлеб выпекался огромными ковригами, иной раз в 10 фунтов весом, 4 килограмма весом, да, потом разрезался, продавался, а верхняя корка даже дешевого хлеба посыпалась либо тмином, либо анисом. Много было всего в Москве. А были лавочки, которые торговали, ну, помимо хлеба добавляли себе в ассортимент и еще что-то были, там и баранки, соответственно, и крупа, и всяческая всевозможная бакалея. Рассказывают, что было достаточно много попыток посчитать, сколько же сортов хлеба продавалось и выпекалось в Москве. Эти попытки все, судя по всему, обречены на провал, потому что чуть ли не в каждой пекарне был какой-то свой исключительный рецепт. И все говорили, что, особенным шиком считалось, что если хлеб долгое время не черствеет, и все же это без какой-то там, какого-то порошочка, который сейчас добавляют, и вкус у него был совершенно другой, и запах совершенно другой, и историй с этими хлебами было множество. Но вообще не хлебом единым жив человек, если уже говорить о хлеба сольной Москве, соли было тоже великое множество, пуд соли, вот тот самый пуд, который необходимо было съесть вместе для констатации каких-то длительных отношений, стоил всего-то 20 копеек. То есть совсем и совсем недорого. А вот сахар, в отличие от соли, был весьма дорог, он стоил 11 копеек фунт. И при этом люди жаловались, жаловались на дороговизну. Чтобы понимать, как еще вообще питались наши предки, то фунт самой лучшей говядины, вот первоклассной, стоил 13 копеек. То есть, ну фунт это все-таки 400 грамм, да, то есть, ну можно представить себе, сколько стоил килограмм. В принципе, даже очень тяжело жившим, ну, людям, обладавшим очень небольшим доходом, они могли себе позволить, ну, иногда и по чуть-чуть, может быть, но все равно могли позволить. Рыба стоила чуть дороже, белуга стоила 18 копеек, а ситрина 20 за фунт, опять-таки. А вот по поводу, опять-таки, пищевых привычек москвичей, писали, что обычные сорта рыбы, ну, типа судак, лещ, они стоили очень дешево, но пользовались меньшей популярностью. Самов покупали с великой неохотой, возможно, верили в те байки, что особо крупные самы утаскивают детей, и ими питаются. Щуку вообще покупали неохотно, только для того, чтобы сделать какие-то сложные блюда, типа фаршированные там в какой-то щуке, еще что-то такое. Селедка продавалась поштучно, и самая лучшая, понятное, привезенная из Голландии, стоила 7 копеек, то есть это была фактически дорогая рыба. А овощи стоили уже совсем абсолютные копейки. Говоря опять-таки о пищевых привычках и о том, чем угощались наши предки, нельзя не упомянуть о чае, потому что это была целая даже не культура, не традиция, это была религия. Отличная совершенно картинка для иллюстрации разговора о чае, но интересно, что говорят о том, что это купчиха за чаем, но моделью для нее Кустодиеву послужила вовсе не купчиха, а говорят, что она была на самом деле баронессой, некая Галина Адеркас, наследница дворянского рода из Астрахани. Впоследствии, кстати говоря, она стала певицей, певицей хора, и только читая об этой картине, я узнал, что вот этой девушке, которая послужила моделью для этой любительницы чая, в то время, когда она позировала Кустодиеву, она училась на первом курсе медицинского училища, то есть здесь она воспринимается как такая дородная, достаточно взрослая женщина, на самом деле здесь ей лет 17, наверное, 18, где-то так. Кстати, о Кустодиеве все отмечают его любовь к основательным очень женщинам, между тем, это только свидетельство его художественного вкуса. Дело все в том, что в обычной жизни он любил женщин очень хрупких и изящных. И жена его, собственно говоря, была тоже хрупкой, но писал он женщин других, потому что говорил о том, что худые женщины на творчество не вдохновляют. Как ни странно, именно вот когда Кустодиев задумал писать эту картину, именно его худенькая, хрупкая жена порекомендовала обратиться к Галине Адеркас, которая жила в том же самом доме, где жили Кустодиева. Более того, она сама ему за руку эту девушку и привела. Девушка слышала о знаменитом художнике, с удовольствием ему позировала, думала, наверное, о чем-то своем, но думала ли она, когда позировала уже достаточно тяжело больному Кустодиеву, который писал ее, сидя в инвалидной коляске, думала ли она о том, что вот этот портрет станет одним, наверное, из самых, ну, совершенно точно войдет в сотню самых знаменитых портретов в истории русской живописи. Могла ли она мечтать о том, что спустя, не то чтобы десятки, а уже даже спустя века люди будут любоваться ею, не зная, конечно же, ее имени, а будут любоваться ею и воспринимать вот эту вот русскую жизнь того времени, в том числе и посредством ее образа. Ну, так вернемся к чайным историям московским. Москву, кто в насмешку, кто ласково называл чаевница, Москва любила попить чаю вот в то странное, темное буквально-таки время, всяческие лимонады, искусственные воды, популярностью не пользовались, а вот чай пили всегда и везде, и это в том числе заметно и по произведениям живописи, сколько полотен посвящено именно чаевничанию, не только кустодиевские, конечно же, я имею в виду работы, но и знаменитое перовское чаепитие в мытищах и много других вещей, но вот целые традиции чайные, я думаю, что вряд ли кто-то из современных москвичей смог бы повторить, ну не то чтобы рекорды, а воспроизвести вот эту традицию бесконечного чаепития, потому что чай пили повсюду, дома и в гостях, за самоваров, никаких вот этих быстрых чайников и так далее, удовольствие было достаточно дешевым, потому что в трактире за пятачок, то есть, ну за 100 рублей современных, подавали так называемую пару чая, два фарфоровых чайника, один был средних размером с заваренным накрепко чаем, другой огромный, такой с изогнутым, как лебединая шея носиком, для кипятка, и кипяток подливаться мог бесконечно совершенно, до тех пор, пока чай не становился совершенно спитан, но, как свидетельствуют многие авторы, и которые, и авторы-мемуаристы, я имею в виду, и создатели каких-то рассказов, совершенно спокойно, за вечер семь, восемь, десять чашек чаю могло быть выпито, рассказывают о том, что за чаем в трактирах и харчевнях делались важные дела, как наверняка на этой кустодийской картине. Чай был очень, конечно же, разный. Привозили чай из Китая, который стоил относительно, относительно недорого, но при этом вот дельта в ценах на чай была совершенно огромная. То есть, если фунт хорошего, просто хорошего чая мог стоить от 50 копеек, ну, если хороший, то все-таки рубль, то, ну, как бы вот сейчас это принято говорить, элитные сорта чая по деньгам доходили до 20 рублей, а это все-таки больше месячного дохода иных москвичей, ну, полагаю, те о таком чае и не слышали. Разумеется, пили чай с сахаром, пили чай с дешевой карамелью, с леденцами, много было вот этих вот французские, французские ледецы под названием Мампансье, под названием Ландрин, а нет, слышали слово Ландринки, да, Ландри, но французские с родиной Д'Артаньяна эти конфеты не имеют ничего общего, дело все в том, что их появление обусловлено не самыми хорошими привычками некоторых производителей. История совершенно потрясающая, своей абсурдностью она мне невероятно понравилась. Все слышали про Елисеевский магазин, кондитерская Елисеева. Так вот, очень модными были конфетки, леденцы, которые настоящие Мампансье привозили, конечно же, из Франции, но было много кустарей, которые делали, и был такой поставщик Елисеева по имени Федя. Федя, он не очень обязательный был, но в те моменты, когда просветление, делал потрясающие конфетки двуцветные. Половинка красная, половинка белая. И причем вот эта граница очень четко у него пролегала. И такие они красивые, и вкусные были еще. То есть, вот было время, когда было и красиво, и вкусно одновременно. И заворачивал он в золотую бумажку, и приносил, значит. И как-то раз, то ли это правда, то ли московская легенда, я хочу верить, что это правда, как-то раз неудачно отдохнул, пришел в такое изумление, что проснулся с утра, вспомнил, что опаздывает к Елисееву с очередной партией, схватил коробку конфет, не обратив внимания на то, что забыл завернуть их в фантики, и побежал к Елисееву. Елисеев на него наорал, тщательно отворачиваясь в сторону, чтобы, так сказать, не ощущать, и прогнал прочь. А вот, представляете, человек уставший, уже с утра уставший, еще и коробка конфет, еще и денег нет, чтобы усталость как-то нивелировать, пошел, Игорь присел, просто вот присел в тенечке. Так получилось, что усталость нагнала его, и тенечек нагнали его непосредственной близости от женской гимназии. А несмотря на то, что золотых оберточек не было, они же красивые, половинка красная, половинка белая, еще и вкусные, а мимо гимназистки бегают. Одна подошла, вторая, третья, ой, какие конфетки, какие конфетки. Какие-то копеечки ему надавали. И вот Федор, поправив усталость свою, сделал несколько выводов для себя. Первое, это то, что, конечно же, очень удачно отдыхать около женских гимназий. А второе, это то, что можно зарабатывать деньги, не связываясь с кровопийцей Елисеевым. Третье, это то, что не надо тратиться на золотую бумагу, потому что зачем? И потихонечку так вот начал, как это мы говорим на современном-то языке, раскручиваться. Вот уже и фабричку организовал, вот уже и заводик, а вот уже и популярен, вот уже везде продается. И, казалось бы, при чем здесь французское название Ландрин? Дело все в том, что фамилия Феди была Ландрин, только с ударением на первый слог. Прозвание такое он получил от речки Ландры, что в Ноговородской губернии протекало. А вот эти гимназистки им же вот как на французский манерпия делали. Так и появились конфетки Ландрин, потом и фабрика Ландрин. И вот а все почему? Все потому, что не надо связываться с кровопийцами и отдыхать в тени в правильных местах. Тогда глядишь и бизнес какой-то наладится. На фотографии, конечно же, не тот самый Федор, но вполне себе так он мог и выглядеть. Так вот, возвращаясь к чайным традициям, чай пили везде, чай продавался в обычных лавках. Вот это совершенно замечательное, да-да-да, на Мясницкой, сейчас там тоже прекрасный магазин, но вот это знаменитый китайский чайный магазин Перлова, Перлова, на Мясницкой, но там вот уже простых чаев, вот таких вот, за копеечку не продавалось, там продавались серьезные чаи, из которых большой популярностью пользовался некий чай под названием Инжень Серебряные Иголки, стоил он 2 рубля 50 котлей, а уж всякие остальные названия Юнфанчо с цветами, Жемчужный отборный Хессон, чего там только не было. И вот подобных магазинов было великое множество, но говоря о различных кафе, забегаловках и прочих, было бы, наверное, неправильно по меньшей мере сказать о том, что чай пили все, чай популярен, не только чай пили в подобного рода местах, что также отражено и на фотографиях, и во многих живописных произведениях. В каких-то воспоминаниях я наткнулся на то, что выпить в трактире было недешево, за 10 копеек подавали рюмку водки. 10 копеек это 200 рублей по нашим временам. Одно маленькое отличие, сейчас в местах, которые соблюдают остатки приличий рюмку водки это 50 грамм, те, которые живут по коварным европейским и американским правилам, она уже 40 грамм неожиданно так становится, тогда рюмка была 120, поэтому как-то им было проще немножко, но рюмками брали редко, потому что брали немножко другими, потому что водку продавали штофами, полуштофами, штоф это чуть больше литра, литр 200 где-то, четвертями чуть больше трех литров и главное ведрами, ведрами это 12,3 литра. И соответственно чем больше берешь, тем больше скидка была, конечно же. И различных историй о том, как вот эта дешевизна и достаточно высокое качество водки влияли на судьбы разных творческих людей, великое множество, в частности знаменитый русский художник, автор классической и всеми нами хорошо известной всем нам со школьных времен картины про прилетевших грачей, которого почему-то называют еще художником одной картины, что по меньшей мере несправедливо, потому что действительно он был живописцем прекрасным, до тех пор, пока вот эта тяжелая жизнь и доступность и высокое качество водки не сгубили. его, потому что, как известно, к концу жизни Саврасов совсем себя плохо ощущал, ходил в каком-то рубище. У того же самого Коровина есть пронзительные совершенные воспоминания о последних днях Саврасова. Коровин вспоминал о том, что как-то он увидел Алексея Кондратьевича в короткой ватной кофте с пледом на плечах, что-то было мрачное в его огромной фигуре. Коровин к нему подошел, поздоровался, он знал уже, что Саврасов, ну, скажем так, тяжело болен, он, Саврасов, чрезвычайно редко появлялся в училище. Они встретились, Саврасов говорит, вот что, Костенька, пойдем, пойдем, я тебя растягаем угощу, да, деньги получил, пойдем. И он взял его за руку. Пойдем вот сюда, показал на угловой трактир. А вот дальше такой маленький, очередной, блистательный момент московской жизни того времени. Проходя мимо ряда извозчищих саней, лошадей с подвязанными на мордах мешками с овцом, мы взошли на крыльцо деревянного трактира. Сразу, когда вошли, пахнуло теплом, чаем, запахом пива. В трактире было много народа, больше извозчиков, за длинной стойкой в жилете и голубой рубашке на выпуск, хозяин, за ним на полках бутылки, половые в белых рубахах, бойко носили подносы с чайниками и бутылками. Саврасов прошел в глубину, где было просторнее, выбрал стол у окошка, сказал, садись, сам пошел к стойке, что-то говорил с хозяином, когда возвращался, то при свете ламп, Короин увидел, что одет он странно, на него посматривались, оборачивались, сидевшие за столами. Расторопный половой поставил тарелки, большую копченую селедку, подал в графине водку и рюмки. Саврасов отставил одну рюмку, сказал, половому убери, попросил подать груздей. Дальше он много рассказывал о своей тяжелой жизни, говорил о том, что живописи никто нынче не понимает, что жизнь в Москве нынче не та, чем больше он пил, а он заказывал еще и еще, тем менее связанной становилась речь, тем терялась куда-то мысль. ругался на Третьякова, который тоже вроде бы перестал понимать что-то в искусстве. Но в итоге Коровин его оставил, и это была одна из последних встреч Саврасова и Коровина. Надо сказать, что много тут говорил про разные магазины, приводил какие-то цены, там в Москве же были и продуктовые рынки. Один весьма известный, это был немецкий рынок, который располагался в том же самом Басманном районе, неподалеку от хлебной биржи, с которой мы и начали сегодняшний разговор. Это было несколько кварталов на самом деле. Сейчас ни торговых рядов, ни зданий толком не сохранилось, сохранились названия типа Ладожской улицы, Волховского переулка. Причем интересно, что Ладожская улица называется не в честь Ладоги, не в честь этого озера, а в честь фамилии домовладелицы Новоладожской, ну фамилия, которая в свою очередь очевидно происходит от названия Ладоги. Но главное же, что в доме этой вот домовладелицы находился знаменитый кабак под названием Ладуга. через У написано, писалось, и там гуляли активно торговцы, которые приходили после дней, после праведных часов, после трудов праведных, как-то немножко отдохнуть и прийти в себя. И вот дальше в нескольких опять-таки источниках встречается описание того, что продавалось тогда на этом прекрасном совершенно рынке, какие абсолютно копеечные цены были на тогдашнюю еду, были какие-то совершенно другие традиции, которые сложно понять. Нам, допустим, какие-нибудь огурцы или яблоки или груши никто не покупал на вес, они покупались десятками, и это было бы правильно. Попросить, не знаю, фунт или два фунта огурцов было бы настолько же странным, как попросить, ну, я не знаю, три фунта дров, например, или что-нибудь в этом роде. Ну, такая была традиция. Хотя она немножко странная, я думаю, что яблоки же разного размера, огурцы тоже, но продавались, тем не менее, десятками. Было там множество, конечно же, и мясных рядов, и рыбных рядов рассказывают, что тогда, по крайней мере, если верить фотографиям, эти же фотографии относятся к тому далекому времени, когда еще не придумали такого прекрасного средства, как фотошоп, который позволяет изменить все что угодно, и посмотреть на вот этих вот осетров, которые вылавливались, ну, это правда, выловлены вот эти осетры были в Астрахани, да, конечно же, в Астрахани. Так вот, из Астрахани привозилась и рыба такая в безумных количествах, и была она весьма дешевая, а для совсем, скажем так, несостоятельных москвичей продавались маленькие сушеные рыбки под названием сниток, и говорят, что с ними делали и пирожки всякие, и что интересно, что Дурелин, которому я обращал, не раз обращался за сегодняшний день, он свои воспоминания писал уже спустя, после революции, насколько я понимаю, спустя много лет после вот того, до революционного времени, и какие-то фразы очень напоминают слова одного из булгаковских героев, когда он пишет о том, что, что ж такое, что в последнее время в Москве я не видел ни единого сниточка, куда они девались, ума не приложу, не высохло же Белоозеро, не вымерла же в нем вся рыба. Ну, это как вот, да, профессор Преображенский тоже там сожалел о тех переменах, которые произошли. Ну, видимо, революция каким-то образом повлияла на распространение вот этого самого снитка, которого многие, кто-то еще помнит на самом деле, и которым так восхищался тот же самый, тот же самый Дурылен. Еще мне очень понравилось, тоже в ряде мест встречались воспоминания об икре, о продаже икры до до революции. Целые кади на рынке были полны черным жемчугом икры, зернистой и паюсной, я говорю черным, потому что красной китовой икры тогда и в помине не было. Она появилась в Москве после японской войны и сначала на нее недружелюбно косились, как на самовину. Это рыба для нехристей, а икраде тоже для нехристей. Недаром она добывается из кита рыбы. Да и какая была особая нужда в красной икре, когда лучшая черная паюсная осетровая игра стоила рубль. сейчас она стоит немножечко дороже. Чуть-чуть, да? Ну, ну вот. Не только в районе немецкого рынка были не только торговые ряды, лавки, но были, разумеется, и трактиры, и рестораны. Одним очень показательным был ресторан под названием Амстердам, который любили более состоятельные, более удачливые купцы. Так как приходил народ туда состоятельный, то и организован досуг там был для солидных господ. То есть не просто так, чтобы водочки налить или чаю, как это было принято в Москве. Там была организована целая как сказать система развлечений. Были там и профессиональные игроки на содержании у хозяина, которые не только игрой развлекали народ, но и не всегда соблюдали правила всех игр и чести игровой и всего остального. Проще говоря, там была целая банда шулеров на откупе на зарплате у хозяина. Были там и, как нынче принято говорить, дамы с невысокой социальной ответственностью. То есть весь комплекс был. Шумели, гуляли там круглосуточно, а были же правила, что подобные заведения должны закрываться, но хозяин этого заведения, некий Никита Соколов, он был человеком общительным, он общался с разными людьми, в частности очень любил общаться с представителями полицейского колодка. Вот просто спать не мог, спокойно лечь, чтобы не угостить хорошего человека или подарком каким порадовать. Поэтому все жалобы окружающих жителей, они разбивались и растворялись, погрязали где-то. Ну, хорошие же люди всегда друг друга поймут и не всегда поймут плохих и обеспокоенных. А так как в данном контексте хорошими людьми были хозяин заведения и полицейские, то и договаривались они как-то по-своему с этим же рестораном и с хозяином этого ресторана связана абсолютно абсурдная история. Как-то раз появился новый судья, который был не в курсе некоторых тонкостей взаимоотношения малого бизнеса и властных структур в нашем городе. Ну, это я уже говорю про то дальнее время, сейчас ничего такого не бывает, вы же понимаете прекрасно. Все же изменилось. Вот. Так вот, этот судья услышал о том, что творятся там непотребства, решил самолично проверить. Но он был не только новый, но еще и видимо какой-то наивный очень, потому что пришел он туда в самое вот это вот злачное время, но не переоделся в гражданское платье. А вот как было со всеми своими? Так, сразу стало понятно, кто пришел, поэтому рассказывают о том, что немедленно выключили свет, все куда-то делись, свет включили, стоит судья, никого вообще нету, думаешь, что странное происходит. Но тем не менее, он решил навести шороху, вызвал к себе полицейских, что невозможно так жить вообще. Пристава полицейского, фамилия которого даже дошла, некоего Шишковского приказал немедленно заняться трактиром, но полицейский, он же, мы же понимаем, что да, вот есть хорошие люди, а есть другие. Полицейский был хорошим человеком, поэтому вместо того, чтобы заняться трактиром, он обвинил судью в превышении полномочий и оскорблении полиции. В итоге разбирательство, судью приговорили к выговору, ну, правда, Шишковского тоже там как бы по голове не погладили, но трактир никто не тронул. Долгое время он еще развлекал своих гостей, так сказать, со всеми московскими хлебосольными традициями, но со временем он исчез с лица Москвы, и сейчас только разные историки, специалисты, краеведы предполагают, где этот самый трактир мог находиться. Ну, поговаривают, что где-то вот на его месте сейчас стоит одно из кафе популярной всемирной сети, да, знаете, с золотыми, с желтыми, точнее, арочками, с желтыми арочками, ну, букву одну изображают, но, опять-таки, не сохранилась доподлинная информация, где это все происходило. При этом, вот интересно, тоже читаешь разные воспоминания или кусочки из рассказов каких-то литераторов. И обращаешь внимание на очень странную вещь. Вот, допустим, Москва. Дело происходит в каком-нибудь, ну, совсем-совсем простом едально-петейном заведении. Ну, вот такое самое простое какое-то кафе вот по нынешним временам. Но, между тем, вот, опять-таки, свидетельство того же самого Дурыльна. Один раз мы с приятелем, поэтом Мешковым, бродим по Москве, замерзли. Но они же разговаривают о поэзии, потому как люди интеллигентные и культурные, а не что-нибудь там и еще. И вот они заходят в какую-то вот полуподвальную такую вот харчевню для самых простых людей. Они ведут разговор о поэзии. И вот этот, собственно говоря, поэт Мешков броском просит, говорит, дайте, пожалуйста, белугу под хреном. А дальше чудесная фраза. И не успели мы решить, что ближе к чистому лиризму полонский или фет, как уже явилась белуга под хреном с красным виноградным уксусом. В самом простом вот, да, кафе. То же самое у Чехова встречается в его записках. Грязный трактир у станции. И в каждом таком трактире непременно найдешь соленую белугу с хреном. Сколько же в России солятся белуги? В общем, тяжелое с точки зрения гастрономии было время. Было время. На протяжении многих десятилетий на протяжении многих десятилетий в нашей стране ну, да, то, что происходило ну, скажем так, не нравится мне это слово, но пусть будет так, то, что происходило с общепитом в Москве после революции, это тема для отдельного и, может быть, не самого веселого разговора. Я помню, когда я был совсем-совсем маленький, только-только начал читать, у моей бабушки была книга о вкусной здоровой пище. Я ее любил листать, а было мне лет пять, наверное, что ли. И, ну, это было то самое первое издание, такое очень красивое. Там были всякие рецепты. Я их читал, издавал бабушке вопросы все время. Бабушка, что такое визига? Бабушка, что такое? А вот это осетри... Это что такое вообще? Это как? И так далее. То есть многие традиции куда-то делись. Более того, вот в то время, когда я читал эту книжку, между датой ее издания и датой ее прочтения мной прошло несколько десятков лет и практически, ну, очень мало рецептов можно было воспроизвести в условиях 80-х годов прошлого века. Меняются вот эти пищевые привычки, культурные привычки, какие-то застольные привычки. Так что вот о советских это можно как-нибудь потом поговорить. Но я вот прервался на полусловие. Так вот, на протяжении многих десятилетий, я имею в виду советское время, нам рассказывали о том, в каком страшно тяжелом положении жили простые там, не знаю, россияне, простые москвичи в том числе. В невыносимых условиях. Я не берусь это опровергать абсолютно совершенно. То есть я читал, да, то, что очень большой, тяжелый рабочий день, там, все плохо. Но при всем притом, при ужасных условиях, да, бытовых каких-то, опять же, ужасных условиях труда, ну, с нашей сегодняшней точки зрения, опять-таки, при этом вот так вот читаешь какие-то воспоминания, книжки, еще, понимаешь, что в то время надо было достаточно сильно постараться или окончательно обессилить, чтобы, ну, начать голодать в Москве. Я имею в виду период до первой революции. Вот то самое время, о котором пишут, что было все очень и очень тяжело и плохо, в принципе, заработать свои семь копеек в день, а именно столько, стоил полноценный обед из, там, достаточно большого количества блюд в простой столовой для обычного народа. Так вот, заработать эти семь копеек можно было совершенно просто. Самый, собственно говоря, простой путь для честного заработка это распространение газет. Вызначить, что их отдавали по две копейки, а продавать их, ну, продавали их все по три копейки. То есть, вот проблем никаких не было. Но это опять-таки мы смотрим через призму века с лишним на то, что происходило тогда. Но сдается мне, несмотря на то, что и крысы были на улицах Москвы, и где-то вот эта белая пыль мучная летала, и я думаю, что в районе Басмана, вот в том районе, где был немецкий рынок, запахи были очень разные и далеко не все приятные. Гастрономическая жизнь была, ну, скажем так, намного более разнообразной, не говоря уже о ее натуральности и полезности по сравнению с нынешней, а уж за то, чтобы зайти вот в этот вот магазинчик на Мясницкой и вдохнуть вот эти ароматы вот тех чаев, или зайти рано утром в ту филипповскую булочную и посмотреть на все это, я думаю, что многие бы отдали немало. на этом на сегодня все, спасибо большое, заходите еще